Почему хаотически движущиеся между узлами кристаллической решетки свободные электроны пришли в направленные движения? Вопрос действительно непростой, поскольку непонятно, какие силы заставляют электроны двигаться направленно. Само магнитное поле этого сделать не может, поскольку электроны движутся хаотически. Наглядно это показали опыты ампера, в которых магнитное поле оказывало действие на проводник с током. Еще одним фактором является то, что электромагнитная индукция выглядит совершенно одинаково в двух внешне различающихся опытах. Например, в одном опыте мы перемещаем магнит относительно неподвижной катушки, а в другом перемещаем катушку относительно неподвижного магнита. Принимая во внимание особенности магнитного поля, нужно также помнить о том, что на заряды действует еще и электрическое поле. Однако это поле, называемое кулоновским, создаются неподвижными зарядами, а индукционный ток и возникает под действием переменного магнитного поля. Поэтому можно предположить, что электроны в неподвижном проводнике приводятся в движение электрическим полем, которые само порождаются изменяющимся со временем магнитным полем. Это новое фундаментальное свойство магнитного поля впервые теоретически обосновал в 1865 году английский ученый Джеймс Максвелл. Изменяющееся во времени магнитное поле порождает электрическое поле. Это поле по своей природе является индукционным. Индукционное электрическое поле, возникающее при изменении магнитного поля, имеет совсем другую структуру, чем кулоновское поле. Оно не связано с какими-либо электрическими зарядами. Поэтому силовые линии этого поля не имеют ни начала, ни конца и представляют собой некоторые замкнутые линии, похожие на линии магнитного поля. Подобные поля называются вихревыми. Если переменное магнитное поле порождает электрическое поле, то возможен ли реально обратный процесс – порождение переменным электрическим полем поля магнитного? Теория Максвелла дает утвердительный ответ. Изменяющееся со временем электрическое поле порождает переменное магнитное поле. Эти тесно взаимосвязанные и порождающие друг друга поля образуют электромагнитное поле. Это касается любых проявлений электромагнитного поля – электростатического, вихревого, электрического и магнитного.